Девушки отдыхают Так вот она, твоя новая мама Ну что ты, не расстраивайся Теперь у тебя будет настоящая полноценная семья Спасибо вам большое, мы поедем Такую Россию ты выберешь Реши будущее страны Голосуй за поправки в Конституцию Ну что, друзья, я надеюсь Все уже посмотрели этот ролик О странных родителях гомосексуальной пары Якобы усыновивших ребенка И этим роликом пропагандисты России Должны были шокировать общество Видом какого-то манерного гея Якобы сразу пытающегося делать Из своего ребенка девочку Наверное, почему-то Транвестита То есть в этом ролике Попутали вообще все Но интересна и забавна Реакция Она была огромной В соцсетях Фактически, ну, все Более-менее адекватные люди Журналисты Высказались по этому поводу И, естественно, людей возмущает Вот такая наглая, голделая пропаганда Рассчитанная, видимо, на плохо образованных людей Либо на пенсионерок Я не знаю, на кого должно это произвести впечатление Гомосексуальность, если вдруг кто-то не знает Она не связана как раз-таки с ношением одежды Несвойственной твоему гендеру Это скорее уже транссексуальность Ну, как раз-таки гомосексуальные люди Они, как правило, выглядят абсолютно так же Как все остальные Просто имеют некоторые другие предпочтения в сексе Мы не будем говорить, какие предпочтения Вообще-то часто даже извращенные Имеют так называемые гетеросексуальные люди Но речь о том Что если кто-то подчеркивает свою гомосексуальность То общество должно это осуждать Этому обществу не говорится о том Что гомосексуальность существует ровно столько Сколько существует человечество И гомосексуальность была и в Древней Греции И в Древнем Египте И в природе среди животных существует гомосексуальность И до сих пор То есть боролись с этим периодически Не всегда, но периодически Особенно в период возникновения христианства Это стало считаться грехом Как и в общем в принципе Любая связь с домом Это уже грех в глаза христиан И есть действительно до сих пор Есть культура на земле Где это не считается вообще ничем особенным Это культуры более близкие Так сказать к природе человека Но речь сейчас не об этом Я думаю грамотная часть населения Давным-давно для себя закрыла этот вопрос А о том, что вот те, кто осуждают это Якобы просмотрев вот этот ролик И побегут в результате этого Голосовать за поправки в Конституцию Вот как здесь говорится Защищая семью, материнство, отцовство и детство Защищая институты брака Как союза мужчины и женщины Создание условий для достойного воспитания детей в семье А также для осуществления совершеннолетними детьми Обязанности заботиться о родителях Вот здесь интересно, что прочитав первую замечательную часть Вот этого послания Вот эти глупые люди, наверное, не прочитали вторую Или не успели домыслить, что же там стоит Вот представьте себе, что законом хотят в России сейчас закрепить Отношения, еще раз, на законодательном уровне Когда бы совершеннолетние дети Были обязаны заботиться о родителях Вот это, кажется, звучит замечательно Но на самом деле это вообще прямое нарушение прав человека И ни в одной стране мира такого закона не существует Но я не знаю, есть ли такие страны Вот патриархальное забитое общество Оно почему-то считает, что ровно так и должно быть На самом деле человек, работая в нынешних условиях Обязан отчислять деньги в пенсионный фонд То есть мало того, что он платит налоги этому государству Он еще и со своей зарплатой какую-то часть откладывает на свою старость А государство, когда человек выходит на пенсию Говорит, что нет, мы тебе пенсию платить не можем Или можем платить тебе очень маленькую пенсию Вообще-то, если бы люди задумывались о своем будущем То первое, что они должны были бы сказать Ну тогда, дорогой государство, я не буду отчислять тебе налоги Существуй как хочешь И я буду сам себе откладывать свою пенсию Раз те отложения, которые я делаю сейчас Мне в старости не гарантированы То есть никто никого не обязан содержать Человек, работающий, должен получить то, чего он заслужил А молодые люди, они должны жить своей жизнью Воспитывать новое поколение, а не тянуть на себе стариков Вот я считаю, что вот этим последним заявлением Делается намек на то, что в ближайшие годы, господа Друзья мои, вы будете содержать своих родителей За ваш счет А государство в этом случае умоет руки Вот эта последняя строчка, она намного страшнее, чем вам кажется Более того, неполноценные семьи, а их большинство То есть когда родители бросили в детстве своих детей Нерадивые отцы и матери в старости Опираясь на новый российский закон Смогут в любой момент прийти и потребовать Чтобы выросший ребенок начал содержать своего папашу или мамашу Которым в молодости до них дела не было Все этой истории, создаванием каких-то фриковых образов геев На самом деле в эту конституцию хотят воткнуть вовсе не то, что громко озвучивают И подобными роликами сто процентов, как поняли большинство Отвлекают сейчас внимание людей Все бросились рассуждать, имеют ли право геи усыновлять детей Правильно ли был использован автомобиль Мини Купер Ведь это же скорее всего антиреклама и тому подобное А обсуждать нужно не эти детали Обсуждать нужно сам процесс изменения конституции Его неправомерность И нужно говорить о том, что никакого голосования быть не должно То, о чем я говорил в самом начале Даже попытка посягнуть на конституцию должна рассматриваться как госпереворот Ну а тем, кто до конца еще для себя не переварил тему геев В самом конце я вам скажу следующее Насколько я знаю, российское население с умилением смотрит на замечательных Двоих детей Максима Галкина, Гарика и Лизы, кажется Да, у них есть такая странная мама-бабушка Ну которая их не родила, но она так мило с ними все время позирует Занимается их воспитанием, как в принципе должна заниматься каждая бабушка Но то, что они ее называют мамой Это понятное дело всего лишь игра И большинство населения, я думаю, процентов 90 это прекрасно понимают Но ведь у вас не возникает вопросов к любимому актеру и юмористу Максиму Галкину Я имею в виду, имеет ли право он иметь этих детей или воспитывать их Ну даже если вдруг они на самом деле являются его биологическими А может быть и не являются Разве кого-то в этот момент возмущает, что гомосексуальный Максим Галкин Имеет таких двух замечательных симпатичных деток Конечно можно себя успокаивать, ну если у вас совсем нет мозгов Что эта пара на самом деле существует И что 70-летняя Алла Пугачева является биологической матерью этих замечательных деток Что по факту, конечно же, не так Примадонна еще и 20-30 лет тому назад отличалась особой лояльностью гомосексуальным мужчинам Когда-то она играла роль ширмы для своего молодого протеже Филиппа Киркорова уже тогда никто не сомневался в его ориентации Затем вообще через нее прошли очень многие гомосексуальные мужчины Которых она всегда поддерживала И именно эта репутация закрепилась у нее в этой среде Поэтому состоявшийся много лет после брак, фиктивный, конечно же, брак с Максимом Галкиным Вроде бы никого не удивил Давно за Примадонной наблюдалась такая слабость Любит она помогать подобного рода ребятам По сути, в таких отношениях ведь все счастливы Счастлив Максим со своим другом, мужем или женой, которого он не афиширует Счастлива и старушка Алла Борисовна Которая не сидит где-нибудь в одиночестве в московской квартире А с удовольствием возится с двумя замечательными детишками Так вот, по поводу детишек От того, что папа у них не такой ориентации Стали ли они от этого менее развитыми? Говорят, насколько я знаю, на нескольких языках Танцуют, поют, умиляют всю страну Почему же вдруг сейчас всех так стала возмущать история? Могут ли гомосексуальные мужчины воспитывать детей? Оказывается, могут Ну и посмотрите на того же Филиппа Киркорова, замечательный отец Да и Евгений Миронов, Никитушка наш Михалков, уже престарелый Дети выросли, внуки появились Понимаете, наличие жены, якобы наличие жены Для гомосексуальных мужчин никогда, ни в каких государствах Не было бы особой преграды Это известная практика Только в тех странах, где на это не обращают внимания Они не вынуждены маскироваться В других странах они создают фиктивные странные браки При этом всю жизнь оставаясь, конечно, в той парадигме Которую выбрали для себя еще в ранней юности Ничего с этим не поделаешь Вот и все, что я хотел сказать по этой теме Не обращайте внимания на глупости, которые будут появляться сейчас Перед этим так называемым голосованием Все это для отвлечения внимания Впрочем, судя по настроению общества и по его состоянию В этом обществе будет все Пройдет чисто гладко, без особых возмущений Конечно же, поправки будут приняты И, конечно же, Путин увековечит свое нахождение На этом посту до конца своих дней Вот такие сейчас интересные картинки появились в сети Многие дизайнеры разработали фейс Владимира Путина Каким он будет к 2036 году Именно до этого времени Теперь россияне позволят ему находиться у руля